Бог подготовил путь спасения. Это тема нашего третьего занятия в нашем курсе «Небо, ад и жизнь после смерти». Мы с вами рассмотрим эту тему. Мы в прошлый раз говорили в первом занятии, что каждый человек смертен. Смерть – это какая-то данность, неизбежность. Но во втором занятии мы посмотрели, есть путь спасения. И мы видим, что Господь приготовил для нас этот путь. Он заранее, он инициатор этого пути. Он возлюбил человека до смерти и смерти крестной, потому и подготовил этот путь. И какую мы преследуем цель? Мы хотим показать Божий план, показать ту цену, которую заплатил Христос. А также, что необходимо знать и о жизни после смерти. Да, есть смерть, но что ждет после смерти? И некоторым кажется, что после смерти – это что-то такое неинтересное. И даже мне приходилось слышать, молодой человек на улице говорил ему о Евангелии, и он мне говорит, что вы, мне 27 лет, я уже жить здесь не хочу, а вы мне еще говорите, жизнь вечная. Но разве жизнь вечная будет такая, как здесь, где болезни, смерти, ненависть, вражда между людьми. В жизни вечной не будет ни смерти, ни болезни, ни стона, ни плача, ни обмана, ни всего того страшного, черного, темного, что преследует нас здесь в этой жизни. И таким образом, давайте мы посмотрим на нашу табличку. Вот смотрите, первая колоночка у нас «Человек и время», вторая «Бог и Иисус Христос», и третье «Воскресение из мертвых». Мы хотим показать здесь, насколько властен человек перед временем. Человеку кажется все в его власти, это не так. Во второй колоночке «Взаимоотношения Бога и Христа» для нас важно увидеть, значит, как Господь, наш Спаситель, господствует над всем. И, наконец, «Воскресение из мертвых», что будет для одних и для других, для верующих, неверующих. Давайте мы посмотрим, знаете, что, отметим некоторые слова. Значит, мы перейдем сейчас к третьему уроку. Здесь есть хорошее предисловие, что в нашем занятии, что смерть неизбежна для каждого, мы это уже знаем, да, и по причине чего. Человек согрешил, через Адама смерть пришла во всех людей. И уже там, в Эдемском саду, Бог приготовил спасение, если помните, в кожаные одежды одел человек. А с кого были сняты эти кожаные одежды? Смерть животного послужила. И будущий Агнец Божий, символизирующий Агнец, это барашек, который символизировал Иисуса Христа, который отдал себя за нас и одел нас в свои одежды. И теперь мы не в греховных одеждах Адама, а в новых одеждах Иисуса Христа. Итак, Экклесиаст 8.8. Человек нет власти над духом, чтобы удержать дух. И нет власти у него над Днем смерти. И нет избавления в этой борьбе. И не спасет ни чести, ни честиво. Давайте будем отмечать помимо всех слов грех, смерть, жизнь вечная, Бог, Христос, Евангелие. Будем отмечать и слово человек. Человек. Можно отмечать его, знаете, одной черточкой, а можете отмечать его, ну, скажем так, вот, знаете, вот так. Вот так человека можно отмечать. А если народы, мы отмечаем иногда тремя линиями. Поэтому эти знаки, они помогут нам увидеть ключевые слова и сделать на них ударение. Итак, человек, что узнаем, не власти над Днем смерти. И нет, что не спасет ни чести, ни честиво. Матфея 6, 27. Да кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Интересный перевод этого слова. Локоть. В данном случае здесь имеет, знаете, это мера исчисления. Час, день, год. Вот у нас переведено как локоть. Как будто бы вот ты не можешь прибавить росту на локоть. А на самом деле это час, день, год. Один час не можешь добавить. Минуты не можешь добавить. Почему? Потому что это время принадлежит Богу, а не нам. Значит, вот вопрос. Когда человек узнает, что у него неизлечимая болезнь, как он начинает относиться к жизни? Что у него становится целью жизни? Ну, знаете, человек впадает в какую-то сумятицу. Он в панику, потому что некоторые ожесточаются. Я и таких видела. Но есть другие. Вот дети Божьи верующие. Я даже помню, как одна сестричка в нашей церкви, у нее была неизлечимая болезнь. И мы так в кругу стали молиться за исцеление. Она говорит, не надо за исцеление. Молитесь о воле Божией. Для меня это осталось очень сильным таким примером, когда, как всегда, надо просить волю Божию. Да, исцеление тоже воля Божия, но мы иногда не знаем, чего мы просим. Один из старей, вы помните, израильский, когда просил исцеление, Бог ему дал. Ну, вначале Господь сказал, он уже умрет. А потом он заплакал, и пророк вернулся и говорит, ну, раз плачешь, да, Бог тебе решил подарить еще 15 лет жизни. Но эти 15 лет не принесли благословение, потому что он показал все богатства и сокровища храма кому? Врагам. И это было пророчество о том, что когда-то в плен пойдут, и эти враги все заберут, то, что ты показал. Иногда Бог знает час, конечно, и потому, когда смерть близких людей, она приводит нас тоже в смятение, особенно детей. Мы не понимаем, за что, как, почему. Но Бог управляет всем этим, нам нужно доверять Богу. Так вот, когда тут написано, что человек не властен над духом, человек не властен над днями своими, человек вообще не властен над смертью и жизнью, это все во власти Божией. Иовы, 14 глава, 5 стих. «Если дни ему определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет». То есть, есть предел, и дальше ты не можешь. Это во власти Божией. Псалом 138, 16 стих. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них не было». Дни записаны. Сильно, правда? Значит, что мы узнаем здесь о Боге и о человеке? Мы узнаем, что Бог определил месяцы, дни, он положил предел, и он знает каждого из нас от утробы. И мы видим, что определяет продолжительность жизни Бог. Какие вопросы у нас возникают в связи с этим? Ну, тогда это должно вызывать у нас смирение и понимание. «Если Бог всё знает, то дар напрасный, дар случайной жизни, зачем ты мне дала?» – спрашивает Пушкин. И ему Филарет отвечает. «Ни напрасно, ни случайно жизнь от Бога нам дана». Значит, очень многих смущал вопрос смерти. И даже некоторые говорят, что жизнь – вредная штука, от неё все умирают. То есть и жизнь не имеет никакого смысла. Но у Гёдта есть замечательная фраза «смерть – зло для всех». Да, это абсолютная бессмыслица в жизни, если есть смерть. Но мы читаем у Павлов-Коринфянов «последний враг – это смерть истребиться». Первый и последний враг человека – это смерть. Всё с неё начинается в жизни. Но ещё раньше был грех, а следствием греха и явилась смерть. Значит, что узнали о человеке? Ну, что у человека есть предел, понимаете? И человек не властен над временем, и человек зависим от Бога, но только он этого не понимает и думает, что он царь тут природы и жизни, и своей даже жизни и времени. Но это не так. В Тарзаконе 32, 39, видите, ныне, что это я нет Бога, кроме меня. Я умершляю, оживляю, я поражаю, я исцеляю. Никто не избавит от руки моей. Всё в руках Божьих. Бог умершляет, Бог оживляет, Он поражает и Он исцеляет. Первое царство 2, 6. Господь умершляет, оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. И вот это слово преисподнее, шеол, еврейское слово, которое можно перевести, вообще его сложно описать, это слово, но это слово шеол в греческом языке звучит как гадис. И перевод его значит невидимый, невидимый, а в русском языке оно переведено как ад. Так вот, в тексте 1 царств 2, 6 мы читаем, что Бог оживляет, умершляет, низводит преисподнюю и возводит. В Откровении 1, 17, 18. «Когда я увидел Его, говорит Иоанн Богослов, то пал к ногам Его, кого Он увидел? Иисуса Христа. Пал к ногам Его, как мертвый, и Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я исем первый и последний, живой, и был мертв и сежив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Значит, давайте отметим здесь все о Боге, посмотрим, что мы узнали. Мы узнали о том, что наш Спаситель Иисус Христос первый и последний, и написано, Он был жив, и Он бы умер, и Он во веки теперь живой, и у Него ключи ада и смерти. А что узнали о смерти? Мы узнали, что смерть побеждена, и ключи ада и смерти у кого? Так и сказал Христос. Я имею ключи ада и смерти. Они были у сатаны. Знаете, сатана такой рейдеровский захват сделал. Он захватил землю, она ему не принадлежит. Землю создал Господь и подарил ее человеку. Ну, человеку так беспечно отнесся ко всем предостережениям Божьим, и сатана захватил это. И это несправедливо, это неправильно. Вот почему Христос придет в конце времен, и как он придет? Он придет во всей силе, он придет как воин, он будет с мечом. Для чего? Убьет сатану. И он вернет человеку то, что сатана захватил несправедливо. Это рейдеровский захват нечестный. Это должно быть отдано тому, кому это принадлежит. Земля принадлежит человеку. И когда это вернется, отсюда потерянный рай, вернемся мы уже ненаивными адамами, понимая, как страшно непослушание, как страшно это наказание за грех, смерть. И поэтому мы имеем радость, мы имеем надежду. И так он первый и последний. Мы видим, что Бог заботится о людях, и Он каждого из нас любит больше, чем мы думаем. И может быть тех, которые ушли в вечность, особенно наши близкие, Бог любит больше, чем вместе взятые мы. Мы плачем об ушедшем, но Ему, если Он с Господом, если Он знал Господа, Ему лучше, чем нам. И, скорее всего, мы плачем о памяти, и даже больше о себе, что мы не имеем этого близкого рядом с собой. Но верующий уходит с радостью, потому что он знает, куда он идет. Я знаю, в кого я верю. Иов 14.14. «Когда умрет человек, будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена». И дальше Иов продолжает 19 глава 25-27 стихи. «Я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающейся кожу мою сию». Итак, он задает вопрос, будет ли он жив, и сам же отвечает Иов, «А я знаю, Искупитель мой жив». В чем Иов проявлял неуверенность? К какому выводу он пришел? Он проявлял неуверенность, будет ли жизнь после смерти. Но он пришел, Бог ему открыл, что есть Искупитель, и этот Искупитель – Христос. Исайя 26.19. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые, воспряньте, восторжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов». Итак, будет последний день, как говорит Иов, Искупитель мою кожу восставит из праха распадающуюся кожу мою. Так и здесь будет этот последний день. Воскреснут мертвецы, оживут, воспряньте, торжествуйте, это радость великая. Побеждена смерть смертью Христа. И будут повержены все в прахе, те, кто были повержены, они все воскреснут. Это роса растений, земля извергнет мертвецов». Даниила 12.2. «Многие спящих в прахе земли пробудятся одни для жизни вечной, другие на вечные поругания и посрамления». Вот из всех стихов, что я вам предлагаю в уроках, сделайте колоночки такие две, верующие и неверующие. И что ждет верующих, что ждет неверующих из этих текстов. Верующие пробудятся для жизни вечной, а неверующие на вечные поругания, посрамления и позор. Поэтому, что узнали о смерти? Смерть не может удержать мертвецов. У смерти нет силы. И какие тут термины использованы для того, чтобы нам показать воскресение из мертвых? Земля извергнет мертвецов, а живут мертвые. Матфея 22, 23, 24, из 28, 32 стихи. Мы читаем, «В тот день приступили к нему, ко Христу, садукеи, которые говорят, нет воскресения». И спросили его учитель. Моисей сказал, «Если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. И так воскресение которого из семи будет она женою. Ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писаний ни силы Божьей». Ибо воскресение не женится, не выходит замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А в воскресении мертвых не читали ли вы реченную вам Богом? Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Значит, давайте отмечайте, пожалуйста, здесь слово «воскресение из мертвых». Можно воскресение отметить вот таким знаком. Давайте отметим его, знаете, вот вверх. Это воскресение из мертвых. Все тексты так отмечаете, да? И что здесь мы узнаем? Потому что мы узнаем здесь, что нет ученики, это приступили к Саддукея, они говорят, ну вот, если нет детей, брат должен был восстановить. Это был такой закон, закон Ливерата, что брат должен восстановить семя, брату. Христос им говорит, вы не знаете Писание, воскресение из мертвых уже не будет, когда воскреснем из мертвых, не будет вообще-то ни жениться, ни выходят замуж, и некоторым кажется, а что ж тогда делать, как там жить? Новые тела, новые возможности. Понимаете? И это, конечно, какая радость, это новые возможности. Если Христос, воскреснув из мертвых, при закрытых дверях, зашел и говорит, мир вам, и они его узнали, это не был какой-то дух, какое-то там видение, он с ними, помните, на берегу же воскресший Христос ел рыбу, беседовал, учил их, напоминал им о том, чему он их учил, и так, что мы узнали о воскресении из мертвых, не женится, не выходит замуж, как ангелы Божии будут на небесах. Значит, мы видим, что с одной стороны о человеке, что верующие воскреснут и будут как ангелы Божии на небесах, а что узнали мы о Боге, мы узнаем, что у него есть ангелы, у Бога есть сила, и Бог обращается к народу, он учит, он хочет, чтобы знали о том, что нас ждет вечности. Значит, мы видим, что Господь наш Христос, он учит этих саддукеев, и он учит их Слову Божьему, он ссылается на Писание. Писание утверждает нас, Писание дает силу нам понимать, что такое воскресение из мертвых. Не надо на человеческих, кто-то там во сне видел, кто-то там в каком-то клинической смерти был, что-то такое видел. Это все опыт людей, и он это, правда или неправда, мы не знаем. А вот Писание, оно говорит нам истинную правду, и надо доверять Писанию. Писание говорит, что есть вечная жизнь, и суд Божий будет, и все воскреснут, но одни для оправдания и жизни вечной, а другие для окончательного осуждения. Иоанн 11, глава с 1 по 15 стихи, мы читаем, сказав это, говорит им потом, Лазарь, это Христос, говорит Лазарю, друг наш уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет? А Иисус говорил о смерти его. А они думали, что он говорит о снеобыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер, и радуясь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Итак, что мы здесь видим? Что узнали о Лазаре? Он был другом Иисуса Христа, и Христос любил его. Мы узнаем, что Лазарь умер, и Христос говорит, что он уснул. Я иду разбудить его. И тут ученики думают, ну выздоровеет, обычно перед, если больной, у вас не восстанавливается силы и здоровье. Так вот, здесь смерть Христос как сон определил, уснул. Тут аллергия, такая аллегория, можно сказать, сна и смерти. И тогда мы видим, когда Иисус пришел, в Иоанн 11 глава, когда он пришел, что он уже узнал, что тут написано, придя, нашел, что он уже четыре дня в огробе. Марфа сказала, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой, но и теперь знаю, что чего ты не попросишь у Бога, даст тебе. А дальше что? Иисус говорит ей, воскреснет брат твой. Марфа говорит, знаю, что воскреснет, в воскресенье, в последний день. Иисус сказал ей, я и всем воскресенье и жизнь, верующий в меня, если и умрет, то оживет. Значит, что мы узнали о Лазаре? Он уже четыре дня в огробе. Мы узнаем, что у него есть сестры, Марфа, Мария, и Христос здесь говорит, воскреснет брат твой. Вот смотрите, Марфа, она говорит, ну да, воскреснет, тогда, в последний день. А здесь Христос говорит, я и всем воскресенье и жизнь, верующий в меня, если умрет, оживет. Всякий живущий, верующий в меня, не умрет вовек, веришь ли сему? Какие чудные стихи. Я вообще их часто употребляю, когда бываю, приходится быть на похоронах, и иногда бываю, знаете, у людей, которые вообще не знают Бога, и они растеряны, они не знают, что делать у гроба. Вот. Достаю Евангелие, такая тишина, молчание, люди растерянные, потерянные, мужчины почему-то всегда боятся, знаете, они подальше стоят от гроба, но достаю Евангелие, начинаю читать, и вдруг меняются лица. Однажды, помню, в селе, я приехала только, и там умер отец семейства, и ко мне прибежали, говорят, там не могут вынести покойника, все кричат, дети кричат, держат его, все село сбежалось посмотреть на этот, простите, концерт, и я прихожу, и вижу, гроб не могут вынести, и я громко стала читать эти стихи. Воскреснет, я этим воскресенье жизнь, верующий в меня, если умрет, оживет, и всякий верующий, живущий в меня, и живущий, и верующий в меня, не умрет вовек. Эти стихи дают такую силу, они вообще в какие-то другие сферы нас помещают, и вдруг спокойствие, эти дети оторвались как-то от отца своего, стали слушать, такая тишина, и спокойно взяли гроб и понесли. Но вслед гроба я провозглашала о том, что верующий в Иисуса Христа имеет вечную жизнь. Это наша надежда, нет смерти, что это сатанинские происки, убедить человека, что со смертью кончается все, но Писание говорит, что жизнь вечная. Вот мы узнали о Лазаре, да? Марфа думала о воскресенье только там, когда-то это, а Христос говорит сейчас. И прообраз этого был показан в Лазаре. Он воскрес из мертвых. Но только отличие какое? Лазарь потом опять умер. А вот Христос, когда умер, больше уже никогда не умирал. Он воскрес единожды. Один раз умер, и воскрес один раз навсегда. Так и мы, следуя под стопам Иисуса Христа, однажды умрем, но мы и воскреснем навсегда. Иоанна 5, 24, 29. Истинно, истинно, говорю вам, слушающий слово мое, верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно, говорю вам, наступает время, настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся во гробах услышат глаз Сына Божия и изыду творившие добро воскресения жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Отметьте, пожалуйста, здесь слова об Иисусе Христе, смерть, воскресение. Что мы узнали о Христе? Христос дает жизнь вечную. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. И те, кто услышат Иисуса Христа, написано, мертвые оживут, и на суд уже больше не пойдут. Ну что, родные мои, добрая новость, конечно, вот Евангелиуму переводится добрая новость. Значит, что произойдет тогда, когда мертвые, находящиеся во гробах, услышат глаз Сына Божьего. Мертвые во гробаха живут. Некоторые говорят, а если там не было гроба, а может быть, он утонул, а может быть, еще там люди даже не знают, бывает о смерти, как человек умер. Как они воскреснут? Все воскреснут. Потому что в конечном итоге даже человек, который просто ложится в землю или в воде, это же все растворяется в творении Божьем, вода, земля. Но все Бог опять однажды соберет всех нас к себе, и мы воскреснем в новых телах. Что учил Христос о воскресении из мертвых? И он что говорит о двух категориях людей? Есть верующие и неверующие, творившие добро и делавшие зло. Творившие добро имеют жизнь вечную, а делающие зло пойдут в воскресение, но воскресение осуждения. Ефесианам 1, 13, 14. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, уверовав в него, запечатлены обетованным святым духом, который есть залог наследия нашего для искупления у дела его в похвалу славы его». Отметьте, пожалуйста, здесь о духе святом, о теле, дух святой можете таким облачком небольшим отметить. И давайте посмотрим, что мы здесь узнали. Что мы узнали о духе святом? Это обещанный дух святой. Дух святой – залог нашего искупления. Он дан в похвалу славы его. Римлянам 8, 10, 11. «Если Христос вас, то тело мертвое для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, оживит и вас, то воскресший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела. Духом своим, живущим вас. И не только, значит, она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стянаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Так сказано в 23 стихе. Значит, что мы здесь видим? Тело мертвое для греха, но дух жив для праведности. Поэтому после физической смерти мы будем идентифицированы, да? То есть мы узнаем друг друга, будем ли мы выглядеть, как сейчас, сможем ли мы узнать близких людей, сможем узнать. В новых телах, но мы сможем узнать, потому что новые возможности. И что мы узнали тут о Духе Святом? Это обещанный, запечатленный Дух Святой. И это событие, конечно, если бы произошло сегодня вопрос, где мы бы были. Хороший вопрос. Если веруем в Иисуса Христа, тогда мы запечатлены Духом Святым, и тогда мы будем вместе с Ним. Какой итог этого нашего урока? Смерть близкого человека может причинить много скорби, страдания, да? Потому что мы даже мысленно не желаем допустить, что Бог имеет к этому какое-то отношение. Но мы видим, Бог суверенен, и Бог знает, что Он делает, и ни один человек не может умереть без Божьего на то позволение, даже если это самоубийство. Наш Бог суверенный Бог, Он господствует над всем, в том числе над смертью, часом смерти. И мы читаем, узы смерти не могли удержать Христа. Возлюбленные мои, Бог есть любовь, и поэтому не должно быть никаких сомнений, что Бог возлюбил нас, и Бог дает нам вечную жизнь, и уже в вечной жизни мы будем иметь новые тела и новые возможности. Благодаря Господу нашему Иисусу Христу, который умер за грехи наши. И здесь две категории людей – верующие и неверующие. Кому ты относишься? Как ты знаешь, что ты верующий человек? Как в твоей жизни это видно? И хороший вопрос – боишься ли ты смерти? Ожидаешь ли ты Христа? Пусть Господь благословит нас, это неотъемлемая часть каждого человека – смерть, но для верующего нет смерти, потому что Христос победил смерть. Субтитры создавал DimaTorzok